Девушки отдыхают Девушки отдыхают Лодочнику, который Очень тосковал Горевал о своей затонувшей Лодке Здравствуйте Вот узнала про ваше Горе, зашла выразить Вам свои соболезнования Такая Утрата Ну, если честно Не такая уж и Великая потеря Все равно она была Старая Полузгнившая вся Я понимаю Себя не утешишь Никто не поможет И все-таки Столько лет вместе Ну, это точно Я ж можно сказать Пол жизни На ней провел Да что там пол жизни Я в последнее время И не слезал с нее Вы меня, конечно Извините Но, может быть Зря вы это В вашем-то возрасте Да не могу я без этого Ну, я не знаю Привычки, что ли В общем Люблю я это дело Я, честно говоря Вот Даже сейчас Вот с вами Разговариваю У самого внутри Просто Кипит все Я бы Прямо сейчас Может быть В дом Пройдем Нет, нет Спасибо Ну, тогда давайте Прямо здесь Что? Ну, посидим Поговорим А то ведь мне И поделиться-то не с кем У брата вон Своих проблем хватает Как я без нее Даже не знаю Нет, конечно Можно поехать в город Выбрать себе любую И купить Но даже Самое плохенькое Стоит Таких денег А это все-таки Как родная была Да Всегда под боком Захотелось Прыг на нее И не слезаешь Часами Она же мне Как жена была Так вы что Не расписаны Что ли С ней были С кем? Ну С ней Не, ну Записана На меня Была На меня Ну я ж брал-то ее Не новую Так сказать Щенки Да как же вы Могли-то Отдать Отдать свою Кровиночку Этим Варварам А что здесь такого Мы же с вами В цивилизованном Государстве Живем Сегодня Я Выручу Завтра Меня Да я уверен Обратись я К вашему мужу Он тоже Не будет против Ну А что Попользуюсь Пару дней И верну А я У меня что Даже и спрашивать Что ли Не надо Да вам то Какая разница Наоборот Мужик ваш Отдохнет Пару дней Да он уж Полгода Как отдыхает Это уж вы Жря Полгода Да мы с ним На прошлой неделе Вместе ходили Куда это вы с ним Вместе ходили А куда Куда и всегда А я то думаю Что это он Ко мне Полгода Как не подходит Ну спасибо тебе Милый Что глаза Мне открыл Я думал Вы в курсе Уж извините Если что Не так Да ничего Ну так Что Не против будете Если я Попользуюсь Пару дней А А Ну Пару дней А вы В этом смысле Ну да Ну В принципе я Не против Я к тебе Вечером Зайду А вы Заходите В любое время Спасительница Вы моя Эх Мне бы еще Блеснул бы Как у вашего Мужа Он ведь на нее Не одну красавицу Поймал Может быть И ее Заодно Одолжить А Простите Что-то я не пойму Что вы имеете Ввиду Ну как что Блесну Какую еще Блесну Ну ладно вам Ну все же в деревне Знают Какая у вашего Мужа Блесна Какая Какая Небольшая такая Красивая Да он сам ее Всем в деревне Показывал Кому это всем И Бабам Значит Тоже Зачем бабам Мужикам Бабам то Все равно Какая у мужика Блесна Им лишь бы Рыбку съесть Ну а Ну а Ну а Нашим бабам Только это и нужно Значит так Что ты там говорил Про блесну Это я не поняла Но вечером Как стемнеет Будь готов Да и чтобы Блесна была В порядке Слушай 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 Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Ну с, начнем Хоть поверьте Хоть проверьте Проверьте Как можно меня не знать А я налоговый инспектор Из налоговой инспекции Собираю налоги Отношу в инспекцию Вы же меня не знаете Я торопилась на бал Выхожу Кареты нет Судебные приставы Изъяли А мы тут при чем? Ну сказали Идите в налоговую Разбирайтесь А мне срочно на бал надо Хорошо Сейчас проверим Какая вы у нас Золушка Так Золушка Ага Откуда у нас платье 19 века? Принц подарил Крустальные туфельки Принц подарил А прочие Незадекларированные Предметы роскоши Тоже принц подарил Тоже принц подарил Но другой Вы что сказку не читали? Ну что ты к ней пристал Это у меня полтора миллиарда А у нее же этого нет А вы у нас в списке следующий Ну тогда я подожду Принц подарил Но другой Знаете что Дорогая Золушка Нам тут столько сказок рассказывают Вон один пришел Показывал часы За 36 миллионов Говорил Дет Мороз подарил Вы не поняли На балу принц Который меня любит Я срочно Должна туда попасть Согласно сказке А согласно Налоговому кодексу Вы должны Оплатить налог На подарки физлицам В размере 13% Вы что не видите? Я в обмороке Золушка Я тут за 10 лет Таких спектаклей Насмотрелся Что ваш И что мне делать? Что делать? Снимать туфлю и бегать. Значит так, оплачиваете налог, я вам ставлю отметку, с этой справкой идёте к приставам, они вам ставят свою отметку, идёте на штрафсторянку, забирайте карету и езжайте куда хотите. Вы издеваетесь? Не до 12 ночи надо успеть. А мы вообще до 5 работаем. Здрасте! Здрасте! Налоговая? Да. А вы у нас кто? А что, по мне не видно? Я Белочка. О! К кому-то Белочка пришла. Дед, это я к вам пришла, а? Я Белочка, добрая Белочка, из сказки о царе Салтане. А вот что вы мне прислали. Так, сейчас посмотрим, не волнуйтесь, Белочка. Так, извещение об оплате налога с дохода от предпринимательской деятельности. Ну, всё правильно. От какой деятельности? Вот от этой! По саду ли в огороде больше не гуляю, Я в налоговой сегодня деньги оставляю. Что вы так нервничаете, Белочка? Сейчас разберёмся. Вот же написано. Белка песенки поёт, Орешки всё грызёт, Орешки непростые, Сейчас скорлупки золотые. Из скорлупок льют монету и пускают в ход по свету. Это же чистой воды производство. Какое нафиг производство? Да я вообще даже не человек. Ну и что? Джигурда тоже. А ничего, платит. Послушайте, там в очереди даже мышка сидит. И? Она просто бежала, За яичко задела, Яичко разбилось и всё. А я и на лоб пришёл. И что? А то, что скоро такими темпами, Вы уже до мышей да и... Стоп! Спасибо. Ваше мнение очень важно для нас. Чё тебе надо бы на старте? Здравствуй, добрый человек. Тут такое дело... Я старик. Ну как старик? Просто живу со старухой. Сочувствую. Да. Живём у самого синего моря. Рыбку неводом ловим. Расширились мы немножко. Да. Теперь у нас не землянка у моря, А... Так... Изба. Девяносто три квадрата. Вот пришёл декларацию заполнить. Что вы говорите? Ну вы же честный человек. Вот все бы так, как вы. Вот чистый бланк, пожалуйста, заполняйте. Да. А что это у вас? Ручечка с золотым пером? А, да нет, что вы. Это я на пляже нашёл. На пляже. Моя... Вот. Вот есть куда макнуть? Дома макнёте. А, ну хорошо, я заполню и попозже загляну. А это на пляже. Ну, чего только не найдёшь на пляже во время отлива. Привет, малыш! Люся! Карлсон! Я, конечно, дико извиняюсь, но вы мне прислали дорожный налог. А я летаю с пропеллером! Я герой в мире сказочном И смешной, и загадочный И по дорогам я не хожу Нет, я летаю Мой пропеллер, мой лучший друг Сверху видно мне всё вокруг И за что мне дорожный налог Я не знаю Всё, закончили дискотеку? Нет? Минуточку. Спасибо! Значит, вы говорите, что вы летаете, а вам пришёл дорожный налог Правильно я понимаю? Правильно Сейчас разберёмся Я на секундочку возьму эту штуку вашу А, ну всё понятно 45 птичьих сил Одноточку это эквивалентно Трём лошадинам Вот Вы у нас проходите по категории Мопеды и квадрокоптеры Я вообще-то Подданный другого государства Меня Астрид Лингрен придумала Ёкало-мокало-покало-пикало-покало-кекало Но сказочки про вас нашим детям рассказывают Мультики нашим детям показывают Так что, получается, вы работаете на нашей территории И должны платить налог согласно месту работы Эх, малыш, раньше ты совсем другим был А не надо было улетать Ёкало-мокало-пукало-какало-окало-зокало Кто там? Кто там? Кто там? Кто-кто? Это я, почтальон Печкин Принёс уведомление от вашего мальчика Что ж ты такой недобрый-то, Печкин? Так я почему раньше добрый был? Потому что у меня велосипед был А сейчас его судебные приставы отобрали Ну, понятно А вы заплатите налог И вам вернут ваш велосипед Так как я плачу налог, если уведомление мне не приходило? А уведомление вам почтальон должен принести Так я почтальон Как я принесу уведомление, если у меня нет велосипеда? Так вы заплатите налог, и вам вернут ваш велосипед Так как я плачу налог, и с уведомления мне не приходило? А уведомление почтальон должен принести как я почтальонный волосы у меня нет заплатите налог и вам вернут ваш велосипед уведомление почтальон должен принять я поставлю его все это у меня нет а вы заплатите налог и вам вернут ваш велосипед да пошел тут простоквашина я прошу прощения вы наверное меня помните я старик живу со старухой у самого белого дома у синего моря вот рыбку ловим бизнес у нас такой мы тут немного расширились опять теперь у нас не изба так терем теремок не низок невысок 250 квадратов синий вот пришел заполните декларацию да я гляжу вы честный человек вот все бы так пожалуйста давайте сейчас вот еще одну квитанцию вот пожалуйста здесь заполняйте вот гляжу вас часики платиновые да нет что вы это 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 я на пляже нашел да на пляже а мои вот знаете я пожалуй думаю заполню и попозже загляну хорошо часы на пляже ну кучу его только не найдешь на пляже во время отлива деревянный вы мой что ж вы сюда все ходите и ходите а заплатить подохновение доходный налог потому что доход у меня скоро будет ого-го да с чего вы взяли ого-го не будет у вас никакого ого-го то что вы зарыли денежки в землю это вовсе не означает что там вырастет дерево с золотыми монетами но на на леса с котом врать не будут вы знаете на какой машине они ездят послушайте как вас там ну сколько можно я просто хотел чтобы вы запомнили мое имя какое имя хватит хватит все свободный а можно декларацию можно декларацию просто послушайте поберегите бумагу ведь она закончится из вас бумагу делать начнут целлюлозный вы мой все идите куда я горю уходите у х х т т т т т у х т 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 см т т т т т т go thanks ходят по небоскребу я дико извиняюсь я сейчас сам угадаю вы опять немножко расширились да теперь у вас уже не терем теремок а палаты царские да ну и сколько квадратиков сколько ворот солдатиков да хрен его знает меня туда старуха не пускай мне это знакомо у вас одна на двоих что она просила 80 процентов а решила оттяпать все подозрительно быстро богатеете 80 процентов посмотрим какие у нас все тут записано а нет у вас больше никакого терема теремка палат царских все отошло как старухи все отошло о о о золотая рыбка директор старуха владычица морская ну как говорится рыбка дала рыбка взяла у меня все щита заморожены а что же мне теперь что же нам теперь делать то а я вам скажу а идите-ка вы куда куда на пляж там во время отлива вот только нет а Аплодисменты. Да, Света. Ну что? Скоро. Сказали пять минут подождать. Пять. Ещё немного, и она моя. Самая дорогая, самая лучшая и, главное, трёхкомнатная. Ничего, что в Бутово, зато в Москве. Сейчас пропишусь сам, потом пропишу Мафцеса, Харину Джан и Фархада. А Рарата тоже пропишу друг всё-таки. Как не прописать? Да, Армена надо прописать. Армен хороший. Я ему пятьсот рублей должен. Пропишу, и мы в расчёте. Ашотик. Да, Света. А ты меня любишь? Да. Ну, ну, ну. Ашотик, любовь моя. Как он смотрит, как он любит меня. Дурачок. Расстроится, наверное, когда узнает, что квартира в Бутово не моя. Подружкина квартирка, скажу ему я. А он мне ничего любимое. Главное, что мы любим друг друга. Дядя Ваган обидится, если не пропишу. Он ведь родной брат отца. Или нет? Матери, матери. Нет, у мамы другой брат. А у отца вообще одни сёстры. Так чей же это брат? Откуда он вообще взялся? Хотя какая разница? Брат есть брат. Прописать надо. Ашотик. Да, Света. А ты меня сильно любишь? Да. Люблю. Как же Ашот любит меня. Заботится. Купил мне таблетки для похудания. Дурачок. Да через неделю. Я и без таблеток килограмм десять скину. Сурен. Такес. Вацген. Ануш. Авсана. Фархат. Байдар. Василий Петрович. Кузнецов. Дзеран. Мазис. Стоп. Какой ещё, Василий Петрович? Никаких Кузнецовых в моей московской квартире не будет. Понаехали тут. Ашотик. Да, Света. А ты детишек любишь? Да. Люблю. Ашотик о сыне мечтает. А я ему после свадьбы троих подарю. Пяти лет, восьми и семнадцати. Вот он рад будет. Минас, Гагик, Ахан. Так. Армейна я уже называл? Нет? Никто не помнит? По-моему, называл. Не хватало его ещё дважды прописать. Так. Ну-ка, давайте сначала. Мавцесс, Каринаджан, Фархад. Ашотик. Да, Света. А ты меня с первого взгляда любишь? Да. Люблю. Ашотик, радость моя. Мне бы тебя пораньше встретить. Хотя бы месяца на четыре. А то через неделю у нас прибавление будет. А знакомы всего три месяца. Нехорошо это как-то. Неувязочка вышла. Восемьдесят семь человек. Плюс Карен. Плюс я со Светом. Большой семья получается. А квартир маленький. Где-то по сорок пять штук в каждой комнате. Правильно? Нет? Почему? Две комнаты на всех хватит. А третью я сдавать буду. Кузнецову, Василию Петровичу. Не бросать же его на улице. Ашотик. Да, Света. А ты кошечек, собачек, любишь? Нет. Я больше баранину люблю. Эх, жалко из ботовской квартиры съезжать надо. Ну ничего. Поживем пока у моих. В мытищах. В однокомнатной. С родителями. С бабушкой и дедушкой. С моими сынишками. Ашоту они понравятся. А уж моей дочке тем более. Следующий на роспись. Ашот и Светлана. Ой. Ой. Что, Света? Ашотик. Все. Что, все? Ой. Ашотик. Да что? Все. Да подожди, Света. Сейчас распишут. Тогда все. Тогда все. Все. Аплодисменты. Аплодисменты. Пародия, пародия. И сейчас я с удовольствием представляю свой обновленный музыкальный парад пародий. Как постричь меня сказал, все наглядно показал. Она не хочет слушать, говорит, что я достал. В парикмакерской сижу, но себя в упор гляжу. Не могу понять, ребята, я волос не нахожу. Тут клочок и там клочок. Здесь торчком стоит пучок. Остальные волосинки зачесала на бочок. Ты опять? Ел я, как бычок. Где достать мне пыречок? Она мне отвечает. Это стрижка морячок. АПЛОДИСМЕНТЫ Это мой сольный номер. Олег Газманов. Это общенародное достояние. Выше ручки, больше жизни. АПЛОДИСМЕНТЫ За окошком месяц и ма. Месяц мал и выходной. А в белой кружке нет ни чай. И графин не с ладой. У меня идут дела, много гастролирую. И зимой, и летом я песенки пою. А на днях заночевал с женщиной любимою. Как я жил без этого, просто не пойму. Ещё не вечер, ещё не вечер. Ещё могу позволить съесть чего-нибудь. Ещё не вечер, ещё не вечер. После шести ребяток Не стоит есть, не надо. Пусть говорят, вы посмотрите на меня. Пусть говорят, диета у меня своя. И холодильник на замке после шести. Будет он открыт после семи. Это мой сольный номер. Лайма Вайкель и Обсенародное достояние. Хорошо. Кто у вас ещё? Обсенародное достояние. Таня Буланова. Сколько хитов я наплакала в стране, Только не хочется больше плакать мне. Я улыбаюсь во сне и наяву, И на сцене я не реву. Но хочет зритель вновь слышать мой плач. Я так устала, а ты всегда сталь. Кричь, а ты залом не словно в лесу. Пусти хотя бы слезу. Ясный мой свет, я спела в ответ. Я уж не так, и слёз больше нет. Просят они чуть-чуть пореви. В общем, меня по слёз давили. На афишах написали, будет пьеха выступать. Молодёжь сидела в зале, но потом пришли сказать, Мы вас очень уважаем, всё понравилось вполне. Только мы ведь Стаса ждали. Так скажите, Стасик, где? Стасик пел дуэтом с этим, пел дуэтом он и с тем. На гастроли с кем-то едет, про меня забыв совсем. Посмотрела я на это, и молчать уже не вымочь. Нет бы спеть со мной дуэтом, нет бы бабушки пронуть. Влюбился, ребята, я в нашу эстраду, и ей посвящаю свою серенаду. Приятно артистам любого состава Услышать из зала от зрителя браво. Певицы худые и полные, весёлые и суровые. Владинки, шатенки, брюнетки, и тётеньки, и малолетки. Певцы молодёжные, модные, заслуженные и народные. Солисты вокальных проектов, артистов каких только нету. А в памяти снова и снова чарующий голос Кобзона. Влекут ли мечты небывалые? Цветут ли цветы запоздалые? Приятно, что зрители рады Любимым артистам эстрады. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова